Заходите за мою шторку. Только это не шторка, а остатки натяжного потолка, который два дня назад не выдержал тон холодной воды. Это случилось 17 числа в понедельник. Я ушла утром на работу. Ничто не предвещало какой-то катастрофы, беды. Где-то в 12-м часу дня мне на работу стала звонить соседка с квартиры номер 5, что начиная с уличного коридора возле моих входных дверей текет вода. Прибежав домой с работы, Оксана чуть не упала в воду. Ее кухня и санузел превратились в мини-бассейн. Воды была по голень. Первое, что, конечно, нам же надо перекрыть воду. Мы стали звонить в Горводоканал, вызывать аварийную бригаду. Нам отказали. Сказали звонить в УК, но УК у нас нет. Муниципалитет УК нам нашел с сентября месяца. Значит, сперва сказали, что примут нашу заявочку. Потом они перезвонили и сказали, ищите сами вентиль, перекрывайте эту воду. Ну и вот, наверное, в течение двух часов мы вызвали 0,4, потому что у меня газ. Горводоканал аварийщики. Потом уже, конечно, мы позвонили Крюковой в администрацию. И только через ее звонок вышла бригада. Пока аварийная бригада искала, где утечка, прошло примерно часа четыре. Все это время вода лилась, не переставая. И вот он, этот неисправный кран, причина масштабной коммунальной катастрофы. Пришла потом с РЦ девушка. Ну, я не знаю, я даже не могу сказать ее ни должность, ни фамилию, потому что она не представилась. Ну вот, и вода-то, конечно, стояла, но не лилась. Сейчас мы должны были найти причину. Причина в квартире номер 4, которая надо мной. Дом аварийный, готовится к расселению, и надо мной квартира у собственников, она выкуплена муниципалитетом. Коммунальная авария не просто повредила имущество и квартиру Оксаны Абрамовой. Она оставила весь дом по Толстого 13 без воды и тепла. А ведь в нем, в 9 квартирах из 12, до сих пор проживают люди и пенсионеры, и мамы с малышами. И вот уже два дня Анастасия Митягина, ребенку которой нет и года, носит в ведрах снег домой, чтобы хотя бы канализацией можно было пользоваться. Без ремонта крана воды так и не будет. В квартире нет воды, маленький ребенок, но в принципе у нас во всем доме нет воды. Как быть дальше, не знаем. Мы ходили в администрацию вчера, нам предложили, что за свой счет вызвать по газете сантехников. Скидывайтесь с соседями, ищите слесарей и ремонтируйте сами. Вот такой удобный вариант предложили бедным жильцам муниципальных квартир местные чиновники. И никто из администрации, говорят жительницы двухэтажки, до сих пор им так и не помог. Ни подвозом воды прямо к дому, ни хотя бы элементарно консультации коммунальщиков. Я жил здесь, у меня другой квартиры нет. Около же холодно здесь очень. Холодно, да. А как вы топите? Никак. Если включить обогреватель, то у меня даже какого-то электрика не послали и не проверили систему и сказали, ну, ты можешь включить электрообогреватель. Ко мне никто, вот кроме представителя, которая пришла и просто зафотографировала, все, ко мне никто больше не приходил. Кроме газовиков, которые опломбировали газовый котелок. Помимо уже подорванного ночевкой в холодной квартире здоровья, Оксане Абрамовой еще предстоит провести оценку нанесенного стихией ущерба. Она еще даже не включала ни холодильник, ни стиральную машину, которые были в зоне затопления. Но пока, по предварительным подсчетам, сумма уже составляет минимум 100 тысяч рублей. Во всем виноват муниципалитет, так как эту квартиру они содержали в ненадлежащем состоянии. Списывая все на то, что дом под снос, муниципалитет, видать, не заморачивался даже просто контролем за своим же муниципальным жильем. Хотя, со слов Оксаны, они с соседями готовы были поддерживать свой кровь до заветного переселения и присматривать сами до этого события за пустующими с недавних пор тремя квартирами и общедомовым имуществом. Мы просили ключи, они нам ключи не давали, а в понедельник после аварии они нам просто вот, на. У нас есть договор соцнайма, который я полностью свои обязанности исполняю. А то, что муниципалитет не исполняет свои обязанности, не нашла УК. При этом мы говорили, а УК, они говорят, на вас никто не идет. А вы позвоните сами этим, а вы позвоните в Лиминду, а вы позвоните в Ичигодский управляющий компанию. Понимаете, они свою работу перекидывали в какой-то мере на нас. И мы были той же Крюковой. Но большое спасибо, она только помогла нам каким-то количеством опилок утеплить трубы на чердаке. И на этом все. Хотя эта двухэтажка аварийная с 2015 года, и вот уже больше шести лет в ней живут два десятка человек. Перспектива расселения перед жильцами Толстого-13 не близкая, пока речь идет о 2024 годе. И до этого срока им всем надо где-то жить. А как это сделать, если город даже простой кран не может отремонтировать? Они только разводят ручками и говорят... М-м-м. М-м. 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 М-м.